Итак, привет дружище! Сегодня тебе расскажу как я просрал обновление, что-то я немножко обленился, да и вообще в принципе напала на меня хандра, когда я понял окончательно то, что всё, мы переходим в новую эру игры Битва Замков, теперь у нас будут добавляться не легендарные герои, а эпические. CSG, это та вещь, которую я боялся, но при этом как бы я понимал, что так и будет, хотя были определенные надежды, что всё-таки, всё-таки этого не случится. Но знаешь, эта надежда была достаточно маленькая, я понимаю, что я выпускаю данное видео позже всех, я понимаю, что вы сейчас касаемо обновления знаете больше меня, потому что я не изучал информацию. Сегодня в этом видео я просто, скажем так, зачту теги вышедшего обновления и выскажу своё мнение. Возможно, кому-то будет интересно и если ты подпишешься или поставишь лайк, то я буду тебе весьма благодарен. Может кто-то ждал, когда я выскажу своё диванно-аналитическое, скажем так, мнение, да, мнение, мнение, слишком часто звучит в этом слове мнение, хотя мнение моё ничем особенным не отличается, я думаю, что от многих игроков, но, тем не менее, сразу же я замечаю, что у нас изменился значок этого... Ага, не изменился значок, я хотел сказать, это не королевская битва, короче, там, где мы все лисы выбивали, да, у нас тут появилась вот эта вот локация, ладно, по поводу неё мы поговорим чуть позже. Опять же, я говорю, я не знаю вообще, в душе не трахаю, что у нас в этом обновлении, набор за один самоцвета, а тут, 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 как бы, окей, камень хаоса, это можно силу, силушку качнуть. А, допустим, допустим, что я в акции-то полез, как будто я, знаете, там, топ-донер, как будто, знаешь, мне вот сейчас больше всего этого надо. Ладно, давай усаживайся поудобнее, не забывай про пельмени, про вот это вот всё, а вечером уже, наверное, на стриме поговорим по поводу обновления, может быть, даже разберёмся, посмотрим, что из этого получится, не суть. Давай сразу начнём по списку, да, у нас, я так понимаю, теперь добавляются новые герои, эпические герои, за донат и за не донат, вот у нас тут Спарки, он же ЛДжей, и Мадам Боа. Мадам Боа, информация о герое, как мы вообще его можем получить? Ну, тёлка как тёлка, знаете, господи, придумать оформление тёлки много ума не надо, ну, знаешь, это тупорылая система, то, что они выпускают новых героев, и сразу же на них скины, хотя, по идее, скины, это, наверное, такая вещь, когда тебя уже заколебал один вид героев, и тогда уже, как бы, можно скины выпускать. Ладно, не суть. Где тут, где вообще тут пишется, какой герой за донат, какой нет? Новый герой в Спарке, они, они даже, видишь, они, как бы, пишут, что они добавляют новых героев, но не пишут в описании обновления, типа, какой из них за донат, а какой не за донат. Вот. Обмен, информация о герое, биография, тут, тут, тут ничего не тыкается. Короче, пишите мне в комментариях, если они оба, грубо говоря, не за донат, то тогда, конечно, ну окей. Если все-таки разработчики взяли, взялись, взялись руками за свой мозг, немножко там взяли, расплющили, ну не расплющили, наоборот, знаешь, форму собрали извилины, и будут выпускать, к примеру, донатного героя раз в полгода, тогда это будет еще интересно, тогда будет стимул его каким-то образом выбить. И для донатеров интересно, и, скажем так, для простых игроков интересно, ну хотя бы, знаете, какая-то пролетарская, коммунистическая справедливость сохранится. Ладно, не суть, добавили двух героев, будем их разбирать чуть позже, хотя, опять же, там, как бы, Андрюх Хролев там уже доразбирал их, но, тем не менее, возьму на обзор, а может, даже сегодня успею, если получится. Мне несколько ребят писали, еще даже когда обновление вышло на Тайване, но, ребзя, у кого не взял аккаунт, извините, кому-то из вас я обязательно напишу. Вот, спасибо вам за поддержку. Поначалу я думал, что это стандартное говняное обновление, ну, когда увидел, что там Андрюха уже 20 видосов выпустил, ну, наверное, значит, не какое-то стандартное обновление, значит, там есть о чем поговорить, как бы. Ну, наверное, скорее это в плюсе к разработчикам, хотя, возможно, не все вещи, скажем так, полезны, одинаково полезны, да. Ладно, идем дальше. Короче, два новых героя, хер я на них свой клал. Новые чары импульса, господи, ёб твою мать, сколько можно? Вы, вы реально, вы задрались со своими чарами, засуньте их в жопу. Кровавый пир, а, подожди, импульс. Описание увеличивает точность на х и уклонение на х процентов, останавливает х энергии при срабатывании уклонения. Это, конечно, очень интересно, но они реально заколебали с этими новыми чарами. Господи, их уже мариновать можно, как говно по весне после растаявшего снега. Хотя, знаешь, сейчас так природа меняется, у многих зима пропадает, да, и как бы и радости весной увидеть подснежники в виде какашек особо теперь не у всех появляется. Вот, к примеру, в прошлом году в Латвии зимы не было. Ну вот, и шок, шока, шока весной мы не получили от неожиданного появления сюрпризов на зеленой зоне, да и не только. Окей, идем дальше. Как бы новые облики героев. Ну, это залупа, я уже высказался. Новый игровой режим, эпическая битва, это вот эта вот штука. Тут что? А, я так понимаю, ты, короче, за самоцветы можешь уменьшить скорость этого поп-певца. Вот, и таким образом расстроить, сука, я забыл эту блогершу. Блогершу, ладно, не суть. Ивлееву. Вот, это мои, знаешь, шуточки за 300. Кстати, вот, смотрю, я могу тут любых героев использовать. Ну, давай, ладно, зефирика. Возьмем зефирика, протестим. И, а, ну, слушай, мы сразу его трахнули, причем получили 22 осколка. Окей, у нас идет следующий уровень. Давай. А, подожди. Стой. Я что-то не туда нажал. Может, я за самоцветы нажал? Подожди, еще раз сюда. А, не, все нормально было, давай. 140 уровень, тут у него уже... Ёпта, у меня вообще видео пишется. А, да, нормально, нормально, все пишется. Че тут? Господи, шестое отражение. Ну, нам плевать на отражение, давай. А, у меня еще, знаете, из битвы гильзи, короче, на зефирике стоит ремка. Вот. И он, походу, без питомца. Ну, вырубили его, окей. Тут уже, смотри. Тут стоит талант залупа. Почему залупа? Потому что я не помню, как он называется. Но фишка его заключается в том, что если на этом герое не собраны созвездия уклонения, причем до хера, то от этого таланта абсолютно пофиг. Потому я думаю, что мы тоже его вырубим. Хотя, опять же, мы не знаем, какие там, скажем так, созвездия собраны. Ну, смотри, тут уже мы его не ваншотнули. Ой, сразу, смотри, миссы идут. Миссы идут конкретно. И мы сразу замечаем тот факт, что, что, ёлки-палки, как бы, он уже уклоняется. Вот этого, вот этого я, наверное, уже не смогу пройти. Ну, или, по крайней мере, мне надо зефирика пересобрать. Или, по крайней мере, мне надо пересобрать зефирика. Слушай, вот я смотрю на эту локацию, да, тут ты можешь выставлять одного героя, там, против этого, таким образом собирать осколки. Слушай, это, конечно, интересно, это прикольно, и, наверное, разработчики молодцы, что они это добавили. Вот, но, чё я больше всего психую по поводу новых эпик-героев. Да, понятно, что, когда вводились легендарные герои, то простые синие герои стали бесполезными, неочемными и полнейшим говном. Я не об этом, я говорю про то, что, введя этих эпик-героев, там, где ещё появилась целая куча всяких вариантов сборок, там, ты в одного героя всовываешь трёх других героев, чё-то там ему прокачиваешь, тоже там какие-то чё-то ролишь, чё-то там выставляешь, просто мудят игру. Ну, вот замудили игру. Мне, понимаете, мне уже принципиально не хочется в этом всём дерьме разбираться. Я просто в рот это всё шатал, любил или, ну, не хочу материться, друзья. Вот, в этом главная проблема. Они бы могли продолжать и дальше клепать, скажем так, легендарных героев. Вот, и как бы просто улучшать те локации, которые уже есть. Пересматривать их механику, пересматривать награды, добавлять всякие интересные штучки. А так, получается, они добавят какую-то локацию, да, мы в неё поиграем, а потом она через год или через месяц становится абсолютно бесполезной, и всё продолжается по кругу. Они потом через какое-то время ещё добавляют какую-то локацию. Ну, типа, камон. Короче, убить я его не могу. Ну, давай, знаешь чё, что у него тут отражение? Давай, я не знаю, вот мой зефирик без питомца. Давай, я не знаю, кого поставить. Когда герой атакован, он наносит... Ну, я не знаю, как бы. Ну, давай попробуем этого питомца. Может, на стриме поковыряюсь. Ремку убираю, она, вы понимаете, абсолютно бесполезна. Так, это неинтересно. Надо чё, наверное, на урон ему чё-нибудь сдать. Не посмотреть. Откинется он от самоуничтожения. Овы, об отражении. Или не откинется. Судьба, судьбу качнуть не могу. Давай. События. Битва гильдии. О, забрал, окей. Жду вас сегодня на стриме, друзья. Так, ещё раз. Слушай, а мне чё-то... Нет, вот даже у меня, знаешь... У меня даже какой-то интерес появился. Да. Это хороший знак. Это хороший знак. Это хороший знак. Нет, я всё равно ни хера ему не могу сделать. Ну, чё-то, 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 блин, ну... Надо тестить, как бы, других героев. Блин, вот пересобирать героев мне впадло... Вот больше всего мне впадло пересобирать героев. Чё он там его просаживает, не просаживает? Нет, царя, это... Это сучка. Это сучка крашеная. Она восстанавливается. Ну, это вот эти вот, знаешь, эти все поп-певцы. Вот это вот нарканта, вот это вот всё говно, да? Мы там ему вроде процентов 20 хпшки сносим. А потом он кусок мудака восстанавливается. Подожди, стой, у меня же, наверное, какой-нибудь и второй талант есть на зефирике. Какой? У меня порочный пакт. Хе-хе-хе. Да. Хе-хе. Ну, я не знаю, давай. Чё тут? Давай. А давай возьмём мастера рун. А? Как вам такая идея? Давай, я не знаю. Друзья, чё у него мастер рун. Водушевление. Как бы ему не надо водушевление. Он, наверное, и так будет. Давай, ну, порочный пакт. Ну, мне кажется, он ёкшница, короче. Купить попытку. Ты чё? 400 самоцветов. Вы что? Я похож на того человека, у которого есть 400 самоцветов. Ну, вы серьёзно? Вы серьёзно? Ну, ладно. Так, давай. Вызов. Мастер рун. Давай. Давай. Сейчас он включится. Как бы... Как бы, чё-то, мастер рун у меня отлетает быстрее. Или нет? А, ну, смотри. Он его нормально в блоке держит. Ну, и как бы он его и не заряжает. Ничего. Единственное, мастер рун тут, наверное, может что-нибудь на отхил бы поставить, да? Тогда как бы хорошо. Тогда было бы замечательно. Слушай, ну, прикольно. Не, слушай, вот я не знаю. Я хотел с негативом это видео записать, но мне понравилось. Ну, по крайней мере, это локация понравилась. Ну, там первый, второй, третий день поковыряться в ней. И, наверное, потом она тебя всё равно остапиздит. Извиняюсь за выражение. Ну, как бы, да. Тут можно разных героев попробовать. Попытаться. Здесь, смотри, проклятый доспех. Священный суд седьмой. Божечки мои. Ладно, давайте это уже оставим для стрима. Там уже будем ковыряться. Хотя по поводу этой херни я мог записать отдельное видео. Срубить просмотров и вот это вот всё. Но, как бы, ладно. Идём дальше. Попытаюсь кратко. Новые чары пошли в пень. Изменения в Нарсе. Эра войны. Вот это интересно, но проценты, наверное... Да, это интересно процентам где-то пяти игрокам. Короче, ну, тем, кто подписан на меня. Потому что в Нарсе просмотры не набираются. Точки появляются. Что за... А, точки появления отображаются... Отображение гильдии, занимающей населённый пункт. Количество гарнизона. Изменение времени регистрации. Добавление лимита клеток и в описании. Тут, конечно, это всё очень круто. Да, теперь там рассказывают про лимит клеток. Ну, окей. Но то, что мы теперь будем видеть гарнизон, это хорошо. Но, опять же, вопрос большой. Все будут игроки видеть гарнизон или нет? И ещё одна, знаете, большая проблема заключается в том, что недостаточное отдаление гарнизона. Это, конечно, всё хорошо. Но если бы давали достаточно отдалить камеру, скажем так, от посёлков, то тогда было бы намного легче играть. А почему-то они выпустили обнову на Тайване, самую первую, где вводилась эта локация. Там было ещё более-менее терпимо. Потом уже, когда обновление на следующий месяц пошло по кругу, по всем серверам, то там уменьшили возможность отдалять. И это, конечно, сыграло определённую проблему и некоторые неудобства. И ты просто из-за этого берёшь и не идёшь туда, куда тебе, скажем так, надо. Ну, то есть можно путь сократить, бегать по посёлкам и прийти в ту нужную точку, куда тебе надо, и сэкономить ресурсов. А можно сразу напрямик отправить, но у тебя пачки будут дольше идти. И вот это вот всё, больше ресурсов потратишь. Но главная проблема, почему зачастую многие, ну, меня, вот как я ленивый, да, они не бегают по разным посёлкам, чтобы прийти куда-то, да, потому что это выгоднее. По той причине, что тебе надо проматывать. Ты не видишь общую картину целиком. У меня был подписчик, он, правда, сейчас, я так понял, бросил играть в битву замков, но ему нравилась Нарсия, и вроде он говорил, что скринил всю эту Нарсию, и как-то там, ну, короче, лидером, лидером и вице-лидером, кто управляет армией в Нарсе, очень сложно, ребята. Идём дальше. Изменение испытания смотрителя. Добавлен каталог эпических героев. Типа, походу, эпических героев можно использовать. Ну, ладно, я как бы и не знал. Как бы пофиг, я так куда-то дошёл, дальше не хочу трахаться. Вот, мне, у меня с сексом всё хорошо, мне его достаточно. Изменены награды квестов. Вот тут это интересно, если... О, боже... Награды, конечно, всё равно говно, но, возможно, да, для молодых аккаунтов они будут прикольными. Выполняйте определённые квесты и получайте награды. Ну, как бы мне, вот мне как бы на это похер, да, мне ни тепло, ни холодно от этого. Ну, вот, знаете, идея хорошая, реализация говно. Ну вы хотя бы, знаешь, вот эти вот награды подбирали бы по силе игроков. Может быть и подобрали по силе игроков. Может быть там для начальных аккаунтов, для пельменей там вообще будет такая залупень, что... Ну вот это для пельменей хорошо, ну нормально, как бы я не спорю. Но если там все-таки существует подбор по силе, и там будет какая-то просто залупень дешмановская, ну тогда как я квесты не фармил, так их фармить не могу. Ну вот здесь, как бы, здесь я смотрю, ничего такого не изменилось. Ну окей, они вспомнили про квесты, ждите следующее воспоминание про квесты от разработчиков через год. Вот надеюсь раньше игра не закроется. Она не закроется, там сервера по факту держать не очень дорого, наверное. Исправлены... Так, дальше исправлена задержка при входе в лабиринт. Господи, ёпта, какая нахер задержка? Это вообще, я даже в первый раз слышу об этой проблеме. Сколько раз раньше ходил в лабиринт, и как бы было все нормально. А сейчас они исправили какую-то задержку! Вот, вы исправьте то, что, сука, теперь в лабиринт, и хер нормально походишь. Я не знаю, я со своим аккаунтом там... Ну я боюсь соврать, может быть я там куда-то и далеко прошел, но если я не ошибаюсь, я по приколу на каком-то стриме или видосе, на стриме, по-моему, пошел в лабиринт, и там этажа 3 прошел, что ли? Ну ты просто зависаешь на пачках, ты их убить не можешь, или тебе эти пачки вырубают. Короче, залупень полная. Вы исправьте лабиринт, вы там какой-нибудь баланс, сука, здравомыслие найдите, потому что мне там абсолютно плевать, сука, что вы там какую-то задержку исправили. Я как-то не ходил на него, я так и ходить не буду, как награды там говном были, так и они и остались. Какого хера я должен тратить на лабиринт 2 часа, чтобы получить 600 кулаков в лучшем случае? А сейчас, в нынешних обстоятельствах, когда там просто типа абсолютно это, ну скажем, да, через жопу сейчас все сделано, подбор там противников, ботов и так далее, то чтобы тебе эти 600 кулаков приобрести, получить, да, я не знаю, сейчас лабиринт открыт. Лабиринт, лабиринт, окей, какие у нас сейчас награды? Может, конечно, изменили? Нет, 600 кулаков, 600 кулаков и 800 тысяч кристаллов. Вы долбоёбы тупые, ну вы тупые долбоёбы в IGG, я по-другому как бы назвать это не могу. Вы исправили, ёб твою мать, задержку какую-то, какую нахер задержку, где она была? Да плевать нахер на задержку. Вот, зверская в лабиринте набивает первое место, вот, и получает 600 кулаков, сука. Вы, вы там, блядь, в Китае, у вас там всё хорошо? Задержку вы дегенераты исправили? Господи, вы просто, у меня, я фейспаум пробиваю. Это, это лютый зашквар, я не знаю, как возможно быть такими тупыми дегенератами, сука. Да, вы, как кто вас на работу взял? Сука, откуда вы вылезли? Господи, это просто, они задержку исправили. Вы понимаете, лабиринт, абсолютно неиграбельная локация, ни для кого. Ну вот есть, я смотрю, тут истинные фанаты, кто ещё там задротит, да? Но абсолютнейшее дерьмо. Просто, они задержку, господи, исправили. Просто, сука, булоченьки. Идём дальше. Что там ещё? Справлены проблемы с функцией почты. Вот я, вот это вот, да, помните, когда я там просрал? Ну, когда, знаете, возможно, они исправили тот момент, когда, скажем так, ты с парящего острова получаешь награды и заполняешь почтовый ящик, ты больше не можешь получать награды, потому что он заполнен. А с некоторых акций ты получаешь награды, и они тупо исчезают. Может быть, надеюсь, они это исправили, наконец-то, да? Не прошло и 20 лет. Вот. Ну так, конечно, молодцы. Так, конечно, да. Мастерское подземелье. Игроки теперь смогут нормально использовать магию и отправлять героев в бой после уничтожения всех зданий. Что-то я не знаю, что раньше нельзя было магию использовать. Я что-то не помню, блядь. Напомните, какие были проблемы в мастерском подземелье. Может мне кто-нибудь напомнить? Вроде же там можно было магию использовать. Ну, как бы все нормально ходилось. Я, по крайней мере, ну, я не знаю, пацаны, может там были какие-то баги, какие-то проблемы, ну, вы напишите в комментариях. Но я их не видел. А идем дальше. Мастерское подземелье. Окей. Имп. Исправлен некорректный ответ. Господи. Кто-то еще помнит, что такое имп? Там. Вы это ходите туда, да? Там нормально все в кризисе. Я уже там не был просто очень давно. Но если вы там увидите этого демона, да, там, или импа, или еще что-то, передавайте от князя привет, пожалуйста. Потому что, ну, невероятно стоящая локация. Вот. Плачу каждую ночь из-за того, что туда не хожу. Вот. Исправлена ошибка, из-за которой босс мастерского подземелья входил в иллюзорность. Господи. Слушайте, мне или прет, или что? Я ни разу никакого босса не видел в мастерском подземелье. Я не знаю, почему так. Но я реально его не видел. Я видел Анд... Но я знаю, что он там существует. Андрюха... Андрюха Рылев снимал видос, как этих боссов проходить. Но меня ни разу не было. У меня этого босса ни разу не было. Может быть, я зачарованный. Я не знаю. Ну, короче, все. Единственное, конечно, у меня вопрос остается по поводу того, да, там, это... О, я собрал Спарки. Окей, ну, наверное, скорее всего, Спарки это... А, бля, вот. Вот и дегенерат. А! Их... Ох ты! Вот, вот. Ладно, ладно, короче. У разработчиков... У разработчиков проснулась сообразительность. Они перестали каждое обновление выпускать, блядь, по одному донатному герою. Господи. Господи! Спасибо, блядь. Подождите. Я даже, знаешь, я... Я поклонюсь им, потому что это невероятно. Понимаете? У них... У них появилась сообразительность. У них появилась сообразительность. Потому я, я вот, реально, это... Поклон передайджи-джи. Вот, вот, понимаете? Я не могу тут вебка, я не вмещаюсь. Вот я, я поклонился, друзья. Спасибо. Вот на одну ногу, на другую. Спасибо. Ну, вот. Просто... Расцеловал бы вас, блядь. Расцеловал бы, блядь. Кобзи... Ёб твою мать. Просто... Я не знаю, может мне пить бросить и курить? Ну, потому что это знак свыше. Это, сука, из космоса послали. Это чудо. Это чудо, ребята. Это фантастика. Моя, вот, моя жизнь разделяется до и после. Понимаешь? Ну, причем, смотри, здесь написано официальные события. А здесь, типа, в официальных событиях не будет продаваться? Слушай... Блядь. У Айджи-джи есть гимн какой-нибудь? Я бы сейчас спел бы. Ладно, друзья, на этом все. Нет, давай так. Ну, пиздатое обновление. Ладно, ну, как бы, бывало и похуже. Ребзя. Вот. Нормально все. Окей. Я думал, вообще, ну, типа, поначалу думал говно, потом смотрю, там, Андрюха, что-то штопает эти видосы, хуярит, блядь. Я не знаю, он там, наверное, на таблетках сидит, чтобы приступ рвоты, короче, у него заглушался. Перед тем, как снимать видео по БЗ. Потому что, вот, я думаю, Андрюха меня, Орлёв, прекрасно понимает. Иногда вот, знаешь, такой... Ух ты, ты смотришь информацию по поводу нововведений, ты такой, блядь, опять видосить, опять эту хуйню обсуждать. Вот, и, как бы, мне, Андрюха молодец. Просто, ну, я не мог, я, честно, пацаны, я не знаю, блядь. Блядь, я вот долго собирался с мыслями, я, блядь, постоянно откладывал, типа, блядь, потом, потом, ладно, вот, сделаю то, пойду там с ребёнком поиграю, там, ещё что-то. Схожу в GTA RP поиграю, там, блядь. Нет, ну, они порадовали. То есть, я просрал лучшее обновление за последнее время. Вот так вот, вот так вот и работает, друзья, закон подлости. Ну, а на этом всё, я вам пожелаю огромнейшей удачи. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого обновления. Сегодня не ваши булки, я буду целовать, а IGG-шные. Чао.